Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Причиной тому воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны. Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В средствах массовой информации Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе. В планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке. Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но напротив приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке. В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться выполнением своих обязательств по Минскому комплексу мер. Именно это является утвержденной мировым сообществом программой, которая должна привести к миру в целом на Украине и непосредственно в ее регионе речь идет о Донбассе. И не нужны иллюзии, не нужны фантазии, не нужны провокационные действия. Если киевский режим декларирует желание и стремление наладить мирную жизнь, нужно это делать. План на столе, но на столе уже давно. И вместо того, чтобы бегать вокруг этого стола, вместо того, чтобы заявлять вещи, которые ведут исключительно к провокациям и заниматься этими провокациями, нужно просто выполнить Минский комплекс мер. До сих пор украинские власти физически уклоняются от конкретных шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и продолжают игнорировать букву и дух Минского комплекса мер. Кстати, положение комплекса мер содержит четкие указания на необходимость согласования различных аспектов урегулирования между представителями руководства Украины и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в рамках прямого диалога в контактной группе. Но на эту часть в Киеве пытаются не обращать внимания. Все чаще из Киева звучат лозунги о некой российской угрозе, в то время как именно украинские войска, на расчете свое присутствие в линии соприкосновения, ведут огонь, от которого страдают мирные жители Донбасса. В таких условиях стоит задуматься, приносят ли жесты доброй воли со стороны России, такие как работа наблюдателя ОБСЕ на российско-украинской границе, какой-либо положительный эффект для мирного урегулирования кризиса. Это просто откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей. И именно эта политика, политика саботажа, завела ситуацию на переговорном треке в тупик. Есть еще и дополнительные факторы. Нельзя не увидеть в подобных заявлениях стремление Киева, в том числе в угоду тем, кто осуществляет внешнее управление страной, лишний раз подемонстрировать через очернение и клевету какие-то мифы и вбросы в отношении Белоруссии свою мнимую приверженность к демократии. Мы прекрасно знаем, что такое демократия на Украине. Это особое явление. Недавно, недавние события наглядно показали, что же это такое, речь идет о внесудебной зачистке, например, информационного поля Украины, преследовании инакомыслящих, бесчинство ультрарадикальных националистов, ну и, в общем-то, абсолютная безнаказанность в отношении тех людей, а их ни один, ни десятки, ни сотни, их тысячи, десятки тысяч, которых они просто считают и сделали изгоями в своем собственном государстве. Я надеюсь, что украинский правящий политический класс придет, в конце концов, к осознанию необходимости руководствоваться в своей политике коренными долгосрочными интересами своей страны. Они заключаются в восстановлении мира и спокойствия в Донбассе на основе выполнения Минских соглашений. Они заключаются в возврате к добрым, нормальным отношениям со всеми своими соседями. И, кстати говоря, в первую очередь, они заключаются в добром и нормальном отношении к своим собственным гражданам, не сиюминным выгодам, которые получает киевский режим от обслуживания чужих геополитических амбиций. Я хотела бы в дополнение сказать о том, что как мы расцениваем подобную позицию Берлина и Парижа, как во многом беспомощную. Здесь даже не хочется говорить и давать какие-то оценки негативные, эмоциональные. Просто хочется констатировать, что подобные заявления говорят о беспомощности. Повлиять на Киев, который обязан, не может, не должен, обязан выполнить то, под чем подписался, и то, что прошло одобрение в ходе принятия резолюции Совета безопасности ООН. Вот эта беспомощная позиция, она стала очевидна во многом на протяжении нескольких лет, когда все попытки повлиять на Киев, не знаю, предпринимались ли они в полную мощь, частично ли предпринимались, где-то не предпринимались, не мне судить, но во многом они не привели, даже не во многом, они в принципе не привели к искомому результату. Не выполнены минские договоренности. Ситуация, я ее сегодня прокомментировала, какая. Следить за передвижением российских войск на территории России – дело абсолютно бессмысленное. На территории любого государства существуют свои вооруженные силы. Они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому нужно концентрироваться не на Парижу и Берлину, не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы. Что касается детей, я очень сейчас подробно эту ситуацию комментировала. Речь идет о том, что трагедия случилась не с одним ребенком. Да, трагедия с одним ребенком, ее ничем нельзя восполнить, ничем нельзя ее никаким образом нивелировать или смягчить. Но это глобальная трагедия с целым поколением детей, которые там живут. И не только речь идет об одном регионе, о многих регионах мира. Это и Донбасс, это и Сирия, это и Ливия. Многие государства, которые находятся в тяжелейшей гуманитарной ситуации из-за экспериментов западного мира на своей суверенной территории, страдают в первую очередь гражданские лица, страдают дети. И делается все, к сожалению, многими зарубежными, в первую очередь западными странами, чтобы усугубить их страдания. И через это повлиять политически на руководство соответствующих стран. Продолжение следует...